Рад приветствовать вас на телеканале МПАК. В прямом эфире наша встреча. Я весьма воодушевлен встречей с вами. Приветствую вас в Америке, в Канаде, в Европе, в странах СНГ. Вы смотрите телеканал «Импакт». Это то влияние, которое мы оказываем, и это доброе, позитивное, правильное влияние. Вы знаете, в этом мире, в котором мы сегодня живем с вами, проживаем на разных континентах, реалии таковы, что очень мало добрых новостей, добрых, приятных, таких, которые бы душу веселили. В основном тревога, в основном беда, в основном плач, слезы, войны, землетрясения, потрясения и все, что с этим связано. Это трагедия людей. Но импакт несет что-то другое. Что-то другое, то, что меняет судьбу людей. То, что из безвыходных ситуаций, то, что из безнадежья, оно возводит на скалу или на платформу уверенности, упования, надежды, любви. То есть эти все вместе добрые составляющие, это добрые истины, это то, что видоизменяет жизнь и судьбу человека. Поэтому вот с этим добрым мы к вам и приходим. Я приветствую наших новых телезрителей. Дорогие наши, мы рады, что вы нас нашли. Знаю, что просматривая регулярно телепередачи, программы, телеканалы «Импакт», вы более чем благословены, назидаясь и принимая то, что вы видите. Вы видите, что мы не просто зациклены на религии. То есть вы видите, что мы не религиозные люди. Вы видите, что мы полные радости, энтузиазма, вдохновения, жизни и любви. То есть это категория людей, рожденных свыше. Мы Божий народ. Так охарактеризую сущность того, кем мы есть. Мы несем Евангелие, а это сущность того, что мы делаем. Несем благую весть, слово живого, всемогущего, вездесущего, вечного, любящего, никогда не изменяющегося, постоянного в своей любви и в поисках человека, Бога. Поэтому, друзья, через несколько минут мы откроем линию прямого эфира. Это будет номер телефона 916-844-1011. 844-1011. И вы сможете общаться с нами интерактивно. Вы в ваших домах или в ваших машинах, а мы в нашей студии, и мы сможем пообщаться с вами. Все, что вас будет интересовать, отвечу на ваши вопросы с превеликим удовольствием. Кстати, друзья мои, вы видите, что вы можете нас смотреть онлайн. У нас большое количество регулярных, не просто посетителей, но тех, которые постоянно смотрят нас в режимы онлайн. Это Impact TV, Dat TV. Impact TV, Dat TV. Impact это название нашего телевидения. TV это телевидение. А точка, вы знаете, что такое точка, это Dat, так называемый. Ну и потом опять идет Dat TV, Impact TV.TV, Impact TV.TV. Даже есть мобильная версия нашего веб-кеста или режимы онлайн вещания. Поэтому вы также можете смотреть нас на ваших мобильных устройствах, мобильной версии нашего веб-сайта. Поэтому, и кстати, кроме этого, я приступлю затем к зачитке, к прочтению некоторых ваших комментариев, некоторых ваших вопросов. И буду рад поделиться этими вопросами, ну и своими ответами с вами. А кстати, вы видите, это как раз, это то, что происходит сейчас прямо в студии. И вот это ваш покорный слуга здесь в эфире. Я двигаю этой мышкой, можно даже вот этого двигать. И вы видите, друзья, что на нашем веб-сайте, на нашем веб-сайте, который, кстати, ежедневно регулярно обновляется. Вы можете видеть, вы можете видеть, здесь есть секции видеоархив. Все программы влияния, вот как данная программа, они все потом выставляются в архив. Если вы не посмотрели по каким-то причинам очередную программу, вы можете наверстать упущенное, когда вы выйдете на видеоархив нашего веб-сайта. Затем это импакт-аутрич, это также, кстати, позволю себе переключить на импакт-аутрич. Также все свежее, что связано сегодня, то, чем занимается аутрич. Последнее видео, это работа в Сирии. Павел Чернецкий скоро будет отправляться, кстати, будет отправляться на турецкую с Сирией границу, к беженцам. И поэтому это мы снова возвращаемся назад к вещанию, к вещанию, к вещанию. Так вот, затем герои веры. Точно таким образом вы отсюда прямо, линк выведет вас на проект Герои веры. Это то, что делает Александр Чернецкий. Александр Чернецкий. Сейчас мы переключимся на вариант Герои веры. Видите, вот Герои веры. Сохрани веру, и вера сохранит тебя. Герои веры. Все, что обновляется, это вот даже фотографии, затем коллекция программ Герои веры и все, что с этим связано. Затем, кстати, опустившись в самый низ, друзья, вы можете выйти на импакт Facebook. То есть это не то. Это я на Twitter вышел, а сейчас я переключусь. Вот, я переключусь на Facebook. Тоже регулярно обновляемый Facebook наш. Смотрите, друзья, смотрите, сейчас вы сможете оставлять свои комментарии, можете лайкать здесь телеканал импакт. Например, буквально несколько часов назад новость. В Турции закрыли христианские школы миссий объединения церквей Иерусалима. За распространение Библии среди сирийских беженцев. Представляете? Поэтому за Павла Чернецкого надо молиться из-за тех, с кем он поедет. Он как раз едет в эту территорию. Поэтому за распространение Библии среди сирийских беженцев. А мы же туда передаем эти плееры, на которых уже заказано большое количество. Спасибо партнеры, которые участвуете. И на этих плеерах аудио люди, то есть эти беженцы, они будут прослушивать Новый Завет. Именно на их языке, на арабском языке. Вот, затем все, что остальное, все остальное, все, что связано здесь, ряд программ наших. Поэтому это Фейсбук. А затем, друзья, затем, смотрите, затем вы можете отсюда же выйти на Ютуб. На Ютубе огромный архив. Также все программы влияния. Без исключения. Наверное, 200 или 300 программ влияния, может, плюс-минус, я ошибаюсь, но где-то в этих пределах. Нажали здесь, буквально, что вы делаете, это раз, вот и все. И мы перешли на Ютуб. Импакт ТВ на Ютубе. Можете даже подписаться, и вам регулярно будут приходить. У нас здесь большое количество уже подписчиков есть. Поэтому, видите, здесь все программы. И миссии Богу смотрит. Это Вера и дела с Ольгой Голиковой. Это программа влияния «Где папа?». То есть, затем «Моя жизнь – это судьба Божия». Программа влияния и очень много-много других. Потом нажимаете вот сюда. Продолжение. И все остальные программы. Найти призвание. Здесь и жены пастырей беседуют. Здесь, значит, есть безвозмездная любовь, интересная программа. Пастырь Юрий Коновалов со мной в эфире. И очень много других, друзья. Поэтому, видите, это весьма насыщенный сайт наш. Затем, если вам нужна молитва, вы нажимаете сюда, вот, на эту секцию. И оставляете молитвенные нужды. Вы знаете, мы получаем, особенно усилился поток просьб молитвенных из стран СНГ. СНГ различного рода, различного рода. И содержание вопросов, как, что такое вера, какой вы веры, какой вы религии, и как правильно Бога найти, и как не угодить в секту. То есть, знаете, все вопросы, и на молитвенные ваши нужды вы просите молиться кто-то там в наркозависимый. Много, знаете, каких просит. Мужья-алкоголики. Это не мудрено, потому что мы знаем, что такое странная СНГ, к сожалению. Но эта ситуация будет меняться. Знаете почему? Потому что мы пришли туда со Словом, мы пришли к вам, в вашу страну со Словом Божиим. Когда мы вещали программу не так давно о вреде алкоголизма и пагубе алкоголизма, мы видели большой интерес с вашей стороны, потому что вы звонили, писали, заказывали эти программы, потому что это действительно поучительная, научно-познавательная, так скажу, программа о том, какой вред организму, обществу и судьбе, и жизни, и семье, и лично вам приносит то, что называется зло. Тот грех, та пагуба, то несчастье, которое несет в себе алкоголь. Поэтому, друзья, когда вам нужна молитва о ваших родственниках, о вас, о освобождении, вы как раз на эту секцию и нажимаете. Те из вас, которые пользуются этим, знаете. Затем онлайн-гивен. Стань партнером ИмпакТВ. Настолько это важно, друзья, настолько это архиважно, это просто необходимо. Стань партнером онлайн-гивен, финансовая поддержка. Вы выходите на эту секцию очень просто по интернету, с вашей карточки, говорите, какую сумму вводите, донейт, и все. Или можете это сделать, если вам нужен также наш адрес, здесь это есть именно на... Дорогие друзья, смотрите, что я написал. Благодарю вас за ваши молитвы и поддержку. Ваше участие имеет очень большое значение. Поддерживая работу телеканала, вы идете вместе с нами в каждую семью, в каждый дом. Вы буквально заходите и делитесь Словом Божьим с тысячами семей в нашей стране и за ее пределами. Я вдохновляю вас активно поддерживать телеканал «Импакт» и быть нашими сотрудниками. С уважением, Юрий Чернецкий и все служители и сотрудники телеканала. Поэтому, видите, вы можете это также здесь сделать. И как только выходит свежее видео, программа влияния или других, вы сразу идете в архив, и вы можете видеть все это. Поэтому, друзья, это относительно, относительно, так, относительно, снова я возвращаюсь на прямой эфир. Нажимаете раз, нажали прямой эфир, и снова появится видеоизображение в окошке с вашим покорным слугой. Поэтому, друзья, напоминаю, что мы в прямом эфире, и телефон прямого эфира у вас на телеэкране. 916-844-1011. Так, добрый день, друзья. Наша христианская видеостудия хотела бы наладить с вами сотрудничество. Это из Москвы. Это из Москвы. Ну, вопрос, наладить сотрудничество? Наладьте, налаживайте сотрудничество. Мы только рады будем. Хотите наладить сотрудничество? Налаживайте сотрудничество. Мы открыты для этого, без всякого сомнения. Так, без всякого сомнения. Так, я всех не прочитаю, потому что я отсутствовал короткое время, был на Ист-Кост. И был весьма рад встрече со многими из вами, делясь Словом Божьим и на День Пятидесятницы, и другие служения с рядом из вас. На Ист-Кост, в штатах восточного берега Америки. Это и Каролайна, это и Флорида. Друзья, я настолько трону тем, сколько из вас подходило ко мне, и мы вместе общались, рядом из вас я познакомился. Спасибо вам, партнеры, которые не сочли излишним все-таки подойти, обнять, пожать руку. Спасибо вам огромное. И рад знакомству со многими из вас, с теми, с которыми мы впервые встретились с вами, дорогие телезрители. Многих из вас я не знаю. Возможно, вы встречаетесь со мной более чаще, чем я с вами, когда вы просматриваете телеканал «Импакт». Но, тем не менее, в Духе мы едины. И я вот, глядя в телеобъектив, я чувствую, что мы едины, как одно целое. И в ряде церквей мы переживали большое благословение от Господа, и излияние Святого Духа, и сошествие праздника Пятидесятницы. То есть это было так здорово. И как одна семья, одно целое, мы с вами делаем большое дело. И в конечном итоге имя нашего Господа Иисуса Христа прославляется, прославляя Ему через нашу с вами жизнь и служение Ему. Поэтому, друзья, вопрос. Как вы считаете, в каких крайностях может находиться человек? Ну, здесь целый ряд. Нет, не одно, мне кажется, не одна крайность. Крайности, если мы, мы говорим так, если в плоскости того, что человек все-таки, так скажу, я назову две крайности. Наверное, это гуманизм. Человек может настолько сконцентрироваться на себе, и все в его мировоззрении, все вокруг кого и чего вращается его кредо, это его собственное я. Знаете, это называется гуманизм. В эпицентре всего это человек. А все остальное это сопутствующее. То есть я, вот почему настоящий христианин, рожденный свыше, он не эгоцентричен, он христоцентричен с тех пор, когда мы приняли нашего Господа и Спасителя в свое сердце, имя которым Иисус Христос. Мы перестаем быть эгоцентричными. Все ко мне, все к себе. Это я, это мое. Мы начинаем быть и перефокусируем свое внимание со стороны себя и своего на Его, то есть на Господа Иисуса Христа. Потому что Он стал виновник моего освобождения, спасения, виновник жизни вечной, которую Он мне подарил. Поэтому одна из крайностей, знаете, скажу вам откровенно, это все-таки человек падает в эту крайность, это все-таки этот гуманизм. Я вам так более того скажу углубляясь, что дьявол использует этот рычаг для того, чтобы человек полюбил себя. То есть сконцентрировался только на себе, и в этом пагуба и большой, огромный недостаток человека. Проблема общества в том, что вместо того, чтобы служить друг другу, то, к чему призван человек. В подобляющем большинстве мы более сосредоточены на себе и на своем, чем на помощи ближнему. То есть, к сожалению, перевелись добрые самаряне. Но это не вас, не вас. Многие из вас являются этими добрыми самарянами, которые протягивают руки помощи, которые служат ближнему, которые готовы в какой-то мере душу свою положить за ближнего, так как Христос это сделал. Поэтому во имя Иисуса Христа пусть всякий гуманизм в жизни и в судьбе человека да будет разрушен, если вы на этом сосредоточены, если вы упали в эту крайность, во имя Иисуса переведите фокус своего внимания на Иисуса Христа. В этом то и цель нашего призвания, в этом то и фундамент нашего с вами общения. Во всем Он, Иисус Христос, это Его любовь, это Его смерть, это Его страдание за меня. Поэтому все, вокруг чего вращается моя жизнь сегодня, это угодить Ему доброй жизнью, добрыми делами, служениями ближнему и служить ближнему. Поэтому вот сегодня мы служим вам, я служу вам. Почему? Потому что по-другому не могу. И помоги мне в этом Бог. Настолько Он много подарил мне, много дал мне в момент моего обращения, в момент моего покаяния, что по-другому жить не могу. И на меня сегодня смотрят сотни тысяч мне подобных, в жизни которых Иисус Христос это живая личность, какой-то миф. То есть первая, как я говорил, крайность. Это одна из, вы задаете вопрос, в каких крайностях может находиться человек. Вот в первой крайности сосредоточение на себя, на своем и для себя. Но вторая крайность может быть. Вторая крайность, наверное, это религия. Когда человек ради религии, то есть живет ради религии, религиозный человек. Вот почему я сделал поправку в начале нашей встречи, что мы люди не религиозные, мы далекие от религии. Религия сама по себе имеет дремучий лес нагромождений, дремучий лес всевозможных установок, дремучий лес законов, предписаний, закон на закон, правил на правил и прочее. Друзья, по большому счету и во многих случаях в религии жизни нет. Там лишь бы придерживаясь буквы закона. И все, что стоит за этим, тебя не интересует. Друзья, евангельские христиане, коими мы являемся, это совсем другие люди. В основном это наше общение, наше отношение с Богом по вертикали. И от того, как оно сформировано по вертикали, оно материализуется по горизонтали. Дело в том, что религия в подавляющем большинстве, в своем корне, это по горизонтали, вот делай, 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 делай. А евангельская праведность говорит, верь, на первом месте вера, на первом месте вера. Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вера на первом месте. Вера – это креда жизни христианина. Не религия, не предписание, с глубоким уважением относясь лично к другим вероисповеданиям, и, возможно, вы являетесь поклонником, последователем какой-то из других мировых религий, так называемых крупнейших, возможно, даже традиционных, глубоким уважением скажу. Но вне отношения с Богом, вне общения с Богом, вне чтения этого слова, изучения, друзья, человек религиозный. Религия, знаете, кто? Христа религия распяла. Грех распял Иисуса Христа. То есть религия распяла Иисуса Христа. Поэтому это вторая крайность. Если золотая середина – нет, золотой середины – нет. Не может быть альтернатива, то есть может быть твердая альтернатива для первой крайности и для второй – это только, как я говорил, отношения с Богом, с живым Богом, который проявил себя в лице Иисуса Христа, моего Спасителя, который пришел на эту землю, который родился от Девы Марии, это вы все прекрасно знаете, который был взросшен или взросшен так, как и мы с вами, который прожил безгрешную жизнь совершенно, который преподал величайшие изучения, которые когда-либо преподавал человека, то есть человеку было преподано, принес истину Слова Божия. Этим не ограничился. Он согласился отдать свою жизнь на кресте. Вот грех его и распял. Там были мои грехи, там были мои ошибки, там было мое беззаконие, ну и ваше также, без исключения. Нет праведного, нетного, все согрешены, были согрешены, то есть согрешили и были лишены славы Господней. И поэтому в лице Иисуса Христа Бог открылся в своей любви, милости, в таком всепрощении для человека. Но Он воскрес, это также хорошая новость, что Он воскрес и вознешься, во славе написано. Сегодня Он пребывает в великой славе, в великой славе, находясь на престоле вместе с Богом Отцом. Но Духом Святым в день Пятидесятницы Он пребывает, то есть Дух Святого сошел на эту землю, пребывает с нами. И поэтому я всегда говорю с радостью, что на сегодняшний момент мы в Нем, а Он в нас. Мы Его, а Он наш. Поэтому, друзья мои, вот такая альтернатива для гуманизма и для религии. Отношения с живым, живые отношения с живым Богом. Поэтому есть ряд других крайностей, ну, как мог, так и ответил. Это, как я понял ваш вопрос. Как мне поменять свой характер? И вообще, вообще, возможно ли это? Как мне поменять свой характер? И вообще, возможно ли это? Друзья, а вторая хорошая новость. Возможно, вполне возможно поменять ваш характер. И Слово Божие, оно предлагает нам... Слово Божие – это незыблемый авторитет для евангельского христиана. Незыблемый, незыблемый. Непогрешимый авторитет. Когда я говорю «непогрешимый», это слово «непогрешимо». Написано было по вдохновению от Духа Святого мужами веры. Это от первой страницы Библии до последней страницы Нового Завета. Это все, что несет оно в себе, и в букве, и в духе, оно непогрешимо. То есть, здесь не может быть и тени греха или ошибок. Поэтому вот в чем безошибочность авторитета Слова Божия мы и исповедуем. Поэтому, друзья, отвечая на ваш вопрос, возможно ли поменять свой характер, «своими усилиями невозможно». Сколько бы мы ни старались, есть всевозможные сопутствующие методы. Предлагают психологи, предлагают там всевозможные программы. Десять ступеней переменной характера и прочее. Друзья, я дам вам лучший рецепт, самый лучший. И платить мне не надо. К психологу вы пойдете, а особенно в Америку, там за час они берут по 250 долларов. И вот если вы сеанс пройдете, десять уроков, как поменять свой характер, и возможно это, с вас возьмут, знаете, сколько? Две тысячи с половиной, это если на периферии. Такие города, как Сакраменто, небольшие города. Если в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, там вы не обойдетесь двумя с половинами тысячами, прослушав лекцию один на один психолога, как поменять свой характер. Там вам надо десятку выложить. Десятку выложить, говорю то, что знаю. Поэтому, но я бесплатно вам это все преподам. Как поменять свой характер и возможно ли это? Своими усилиями тяжело, невозможно. Да, в рамках нашего естества, в рамках наших возможностей наш характер может видоизменяться. Хорошее, правильное воспитание является ли стимулом для того, чтобы человек все-таки рос в правильной среде? Правильная среда. Общество, конечно. Правильная семья. Несомненно, оно влияет. Пример родителей и прочее. Добрый пример родителей, родных, близких. Какой-то наставник рядом около вас. И вы, глядя на его пример, подражая его жизни, вы меняетесь в лучшую историю. Но, но есть путь более превосходным, более превосходным. Поэтому, знаете, мы как исповедующие полную букву и дух полного Евангелия. Не четверть, не половину, но полного Евангелия. Я бы выделил четыре истины для перемены вашего характера. Что будет способствовать, усилять то, когда вы будете двигаться в этом направлении. Наверное, скажу, что Слово Божие – это самое основное. Из четырех. Я выделил, наверное, четыре выделю. Есть чуть больше, но четыре основных, основополагающих истин для перемен. Это Слово Божие. Как юноше содержать путь в своей чистоте? Хранением себя по слову твоему. Поэтому, если вы хотите, чтобы характер ваш был подлинный, хороший характер. Говорят, у него хороший, добрый характер. У него примерный характер. С него можно брать пример. Содержать в чистоте путь свой, в чистоте. Как характер содержать в чистоте? Незапятнанный характер. Как его иметь? Хранением себя по слову твоему. Хранением себя по слову. То есть, вот как в слове написано, так и делай. Второе, знаете, не менее важное, скажу, это, наверное, Дух Святой. Мы только буквально несколько недель назад вспоминали это величайшее событие, сошествие Духа Святого на землю. Дух Святой дан для человека не только для того, чтобы молиться на иных языках, или для того, чтобы он присутствовал во время молитвы. И вот когда мы молимся и чувствуем, ну, сходит, исполняемся Духом Святым. Нет. Дух Святой также дан для того, чтобы менялся наш характер. Я знаю, для многих из вас я секрет открыл, но тем не менее, я рад, что вы приняли этот секрет. И это все бесплатно. Не надо тысячи давать. Тысячи лучше пожертвуйте на дело Божие. Поэтому, смотрите, Дух Святой, Он мощная сила. Это личность, которая содействует, помогает нам в том, чтобы характер мой видоизменялся из плохого в лучшую сторону. И из, как говорится, никудышнего в богоугодный характер. Знаете, вот, к примеру, из моей жизни. У нас еще есть время. Вы знаете, однажды ехал я в пределах города Сиатла. И проезжая мимо одной из химчисток, куда я раньше сдавал одежду для того, чтобы там чистили. И я не проживал в том районе, на этот период, когда я этот раз проезжал, не проживал, наверное, лет 12 или 15. То есть мы с женой переехали с того района, мы переехали в другой район. И вот однажды я проезжал мимо этой химчистки. И вот этот, слышу голос Духа Святого внутри меня. Если вы рождены свыше, вы знаете этот голос. И я слышу голос Духа Святого, говорит Юрий, много лет назад ты отнес в химчистку свои вещи, забрал, но тебе не хватило уплатить 13 долларов. И ты забыл, что ты должен хозяину этой химчистки 13 долларов. Вы знаете, меня как молния шаром окатило. И я точно вспомнил. На тот момент хозяин мне доверял, потому что я часто там останавливался у него, и там он занимался своей работой для нас. И вы знаете, точно он мне говорил, Юрий, забирай вещи, будет другим разом, принесешь, проплотишь то, что ты не оплатил этот раз. И я просто забыл, мы переехали. И вот, и Дух Святой напомнил мне почти 15 лет спустя о том, что ты должен этих 13 долларов возвратить. Вы знаете, я подрулил на своем автомобиле прямо к химчистке. Захожу, у меня как раз 20 долларов было. Хозяина не было, там совсем другие люди. Я подхожу с этой 20-кой и говорю, вы знаете, я вам задолжал 13 долларов, и говорю, я вам отдаю 20. Она говорит, я вам дам сдачу. Я говорю, нет, вы знаете, это было много лет назад. И говорю, из-за того, что уже пеня набежала, и инфляция там поела, 7 долларов, это вам еще экстра я даю. Я дал 20 долларов. И когда я вышел, она искренно благодарила. Она искренно благодарила. Ой, говорит, вы как помните, я говорю, многие не помнят. Я говорю, а Дух Святой, Дух Божий, я ей говорю, напомнил мне. Поэтому вот Дух Святой, он воздействует на характер человека. А если бы я вспомнил, или если бы я знал, что я кому-то должен, и закрыл бы на это глаза, глушил бы, заглушал свою совесть, так как, к сожалению, ряд из людей это делает. Он знает, что он кому-то должен. Он знает, что он виноват. Он знает, что он там где-то натворил. Он знает, где-то там накуролесил, наследил. Но совесть заглушает. И вот этот индикатор совести, он освящен, мой индикатор совести, освящен Духом Божиим, освящен Духом Святым. И он не даст мне соврать. И не даст утаить то, что принадлежит не мне. Он не даст мне своровать. Это от Духа Божия. Вот почему. Это я маленькие примеры своей жизни привел. Я знаю, что унесу мне десятки из вас, или даже сотни тысячи, имеют ряд примеров, когда Дух Святой менял ваш характер, менял в лучшую сторону, и не позволял вам сделать что-то неугодное Богу, что-то противное его слову. То есть, и это Дух Святой. Поэтому, знаете, очень огромная сила в Духе Святом для того, чтобы наш характер менялся в лучшую сторону. Не менее важная, третья, я скажу, это сила молитвы. Молитва, написано, много может усиленная молитва праведного. То есть, когда мы упражняемся в молитве, когда мы просираемся в молитве, когда мы воюем в молитве, то есть, когда мы боремся в молитве, когда мы к Богу обращаемся в наших молитвах, тем самым, знаете, что мы делаем? Мы даем возможность через молитву менять наш характер. Поэтому, друзья, это очень важно, очень важно. Ну, и четвертое, четвертое, так скажу, сила крови Иисуса Христа, она также, это мощный инструмент, это истина, это возможность, применяя кровь Иисуса Христа, даже в своих молитвах. Мы, этим самым, меняется наш характер. Написано, они победили его кровью Агнца. Они победили его кровью Агнца. И когда на вас что-то наваливается, когда какое-то бремя, какое-то противостояние, противодействие, что-то противоправное против вас, что-то, вы можете применять кровь Иисуса Христа. Вы можете просто провозглашать кровь Иисуса Христа, победу. Если это в черте характера, делайте это. Если это какая-то привычка худая, которая вредит вашему характеру, и оно повторяется, оно из года в год переходя, оно преследует вас, вы можете призывать кровь Иисуса и запрещать всяким этим демонам и всяким этим штучкам влиять, негативам влиять на ваш характер. Отчего вы мучаетесь в бессонной ночи? Тому нагрубил, или той нагрубил, и тому соврал, обманул, там своровал, а там где-то наблудил, а там еще что-то. И вы знаете, человек мучится от этого и говорит, как я могу от своего скверного характера освободиться? Оно не только вас мучает, оно воспаляет круг жизни тех людей, которые около вас. И говорят, какой у него характер, я отношений с ним не хочу иметь. Вы знаете, вот эти четыре истины, четыре истины, перечисленные, если у вас ручка и карандаш, запишите. Это то, что я говорил. Это Слово Божие. Сила Слова Божия. Запишите, пожалуйста. Это сила молитвы. Запишите. Это сила Духа Святого. Запишите. Это сила крови Иисуса Христа. Это четыре, это как фундамент, это как, знаете, это как, ну, платформа, на которой зыждется все остальное. Поэтому, друзья, это отвечаем на ваш вопрос. Поменять свой характер, возможно ли это? Я ответил вам. Как мог, так и ответил. Иду дальше. Иду дальше. Так. Иду дальше. Иду дальше. Юрий Чернецкий. По-украински. Пишу. Ваши телеглядачі, вашего канала «Импакт». Проханья до вас, якщо можна збільшити з 15-ти хвилин до 30-ти хвилин новин. И восстановить суботний выпуск новин. В данный час на Украине и в свете есть много новин. И охопить все за 15-ть хвилин неможливо. Видите, мой украинский тоже упражняется. Будемо вдячни за вашу помощь. Бувайте здорові до побачення. Так кто-то из Калифорнии прислал. Это не такое простое дело. Друзья, отвечая на ваш вопрос, можем ли мы увеличить все-таки вещание, хронометраж программы влияния, это не простое дело. А знаете, почему? Почему? То есть, да, новости, спасибо, мне подсказывают, это не за влияние идет речь, а идет речь за новости, которые мы вещаем из Вашингтон, Ди Си. Друзья, это не дешевое удовольствие. Новостные блоки, для того, чтобы они регулярно, систематически, ежедневно и многочасово выходили на любой из телеканалов, это содержание редакционной коллеги, содержание репортеров, репортажей, содержание новостных, там всевозможных блоков, это дорогое удовольствие. Вот почему мы постоянно обращаемся к Вам, чтобы Вы присоединялись и стали нашим партнером, то есть, соработником нашим. Это крайне необходимо для нас, поэтому в ближайшее время это не предусмотрено в нашей редакции, увеличение. Есть другие каналы, другие каналы, нам пишут и звонят, и говорят, что очень много сидят на нашем канале постоянно и круглосуточно, и Вы бы хотели это видеть у нас на «Импакте». Друзья весьма тронут в Вашем расположении к нам, тем, что Вы любите нас, но тем не менее заключать контракты на то, чтобы вещаться многочасовые, ставить в сетку вещания программы новостей, это очень дорогое удовольствие, огромные затраты для этого. Поэтому, если по мере того, если Ваш покорный слуга убедил Вас в том, что Вы должны быть частью этого, даже Вашими небольшими вношениями, то есть, пожертвованиями, небольшим сеянием Ваших финансов в это дело, это огромная работа, потому что из таких маленьких и, казалось бы, знаете, незаметных, может быть, не сверхфинансово ощутимых ручейков, но, если их много, складывается целая река, целый океан возможностей, когда мы можем действительно приобретать другие спутники, приобретать также новостные блоки регулярно, постоянно. Поэтому, друзья, не сочтите это как побор, но просто обращение к Вам, что если Вы постоянно смотрите наше телевидение, наше телевидение, и никогда не сели в это служение, ну, друзья, подтянитесь, просто во имя Господа, я прошу Вас, подтянитесь. Благодарю Господа Бога за программу «Импакт». Да благословит Вас Бог, чтобы Евангелие проповедовалось. Да, спасибо Вам. Слава Богу, уважаемый коллектив «Импакт». Так, и если бы кто-то несколько десятилетий сказал, что будет такая обширная спутниковая евангелизация, наверное, мы бы отнеслись с вопросом, как это может быть, без финансов коллектива и пожертвования, и призвания, это невозможно. Хочется ободрить Вас в этом нелегком труде всех участников коллектива «Импакт», а также партнером словами апостола Павла. Послание 1 Коринфянам, глава. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен перед Господом». Друзья, спасибо Вам. Это поистине воодушевляет, понимая, что труд наш не тщетен. И высылаем наши партнерские пожертвования, трансляцию «Импакта 400 долларов» и другие «200» на новые заветы. С благословением к Вам, Славик и Оля. Это с того берега. Спасибо Вам. Дорогие труженьки на Ниве Божьей, сердечно благодарю за полученную информацию о Вашем благословенном труде во славу Божью и в Украине. Бог приносит обильный плод в спасении грешников для вечной жизни. «Высылаю ежемесячное пожертвование, да благословит Бог обильно Ваш труд для славы с молитвой о Вашем труде и во Христе». Это где-то из штата Вашингтон. Спасибо Вам. По-моему, Евгения, может, ошибся. Мир Вам, дорогие труженики, на Ниве Божьей канала «Импакт». Благодарю Ваше и Ваше служение, которое проходило под помазанием Духа Святого на Украине, во многих других городах, где Бог прилагал спасаемых. Я всегда очень этому радуюсь. Слава Богу. «Высылаю пожертвования». Спасибо Вам, дорогие. Мир Вам, возлюбленный Господом, вся команда «Импакт». Благодарим Господа и Вас за Ваш труд на телеканале. Мы очень благодарны Богу, что все, что говорит Библия, исполняется на наших глазах посредством технологий. Да благословит всех Бог своим благословением. Мы не называем имена и фамилии всех Вас, ибо всех, кто трудится на канале «Импакт», достойны благодарности. Вот это всей команде я и передаю. И те, которые в студии, и те, которых нету, те, которые где-то из Мексики на пути, и те, которые на пути из России, из Сиатла. Я передаю нашим сотрудникам с уважением ко всем Вашим партнерам. И уже в этом году исполняется 10 лет, как мы трудились вместе. Друзья, огромное Вам спасибо. 10 лет вместе. Господи, благослови этих друзей, и всех братиков, и сестричек, всех остальных, и молодых, и пожилых, за их щедрое даяние, за их стояние вместе с этим служением на протяжении 10 лет. Спасибо Вам огромное. Друзья, ряд из Вас стоит со мной в служении уже 24 года, с 91 года. 24 года. 24. И Вам также благодарен. Искренно и сердечно. Кстати, в этом году десятилетие импакта. В этом году. Друзья, будем радоваться вместе. Будем радоваться вместе. 10 лет. Кто мог подумать, что с Божьей помощью мы могли состояться. Но это еще не конец. Это еще не конец и не предел. А Бог не ограничен. И я знаю, что Господь заинтересован, чтобы мы вместе с Вами выходили на новые рубежи, брали новые континенты, захватывали для славы Господа новые территории. То есть словом Его. Словом Его. Словом Его. Ни колесницами, ни конями, ни копьями, ни пушками, ни калашниковыми, но Его словом. Словом. Они победили Его словом. Они победили Его словом. Так написано в Откровении. То есть победа словом Божьим. Насколько это мощно? Это мощнее, сильнее, могущественнее любого руками сделанного человека оружия. или орудия. Намного сильнее. Почему? За этим словом Бог стоит. Не человек. Но Бог стоит. Не просто какая-то идея, но истина стоит. Истина. Это не теорема, это аксиома, так скажем. То есть, если теорема требует доказательств, аксиома не требует доказательств. Это Его слово. Там оно все доказано. Там все написано, прописано, подтверждено, утверждено. И незыблемо. Уважаемый Юрий Чернецкий, команда «Импак». Спасибо за ваши письма, слова поддержки, за труд, который вы делаете посредством телевидения, за ваши молитвы. Все это помогает и поддерживает наши молитвенные руки. И семена сеются прямо в сердце. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, дорогие. Вы, в самом деле, взяли на себя огромную ответственность вещать истину Божию по всему миру. Я желаю и молюсь, чтобы у вас была мудрость, Данила, сила Моисея и видение апостола Павла, премудрость Христа. Так здорово сказано. И тогда подлинно исполнится, что написано, что будет проповедовано Слово Божие по всему миру. В это время очень мало тех, кто исполнен истины церкви. Церковь захлестнула наигранность эмоций, пляски, спектакли, танцы, смехотворство. Друзья, разделяю, разделяю вашу тревогу. Очень больно видеть. Пусть вас Бог благословит в вашей семье, даст вам сил, мудрость еще раз. Молимся за вас. Так, мир вам, дорогие друзья. Мы смотрим ваши программы, очень любим. Молимся за вас и молитесь также за нашу семью. Пусть Бог благословит. Это, по-моему, с Флориды. Ох, друзья, я смотрю, что время стремительно идет. Я очень рад, друзья, тем, что мы можем служить друг другу сегодня. Я воодушевлен снова и снова тем, что как одно целое, как одна семья. Я это называю семьей импакт. Это семья влияния. С разных городов и с разных штатов. И у нас, знаете, так скажем, было разное прошлое. Мы из разных регионов. Так, это меня выбило, да? Так, я думаю, что в прямом эфире я не наберу свой паспорт, так, чтобы меня увидели паспорт. Вот снова я появился. Поэтому, но нас объединяет одно, настоящее у нас, то, что мы служим Господу. И у нас одно будущее. Это вечно спроводить вместе. Вечно спроводить. И это очень здорово. Это очень здорово. Это нравится мне, это нравится вам, и это нравится Господу. Почему? Потому что благодать Его, которая была нам преподана, принята была не тщетна, апостол Павел говорит. Преподанная благодать была не тщетна. То есть, не напрасно, не попусту, просто что-то растраченное, приняли. И особенно тем из вас, которые откликнулись и реагируете на наши воззвания, на наши призывы, что очень много еще надо сделать для Господа. Очень много сделать для Господа. А времени осталось ничтожно мало. Поэтому все эти возможности, которые Господь дает, Он дает для того, чтобы мы ценили. Бог дает ответственность, и с этой ответственностью Он дает нам возможности. Написано, я открыл перед тобою дверь, и никто не может закрывать. Многие из вас, я многие письма не читал, многие, я десятки, полученные за короткое время, не прочитал. Почему? Я только прочитал часть в рамках эфира, которую мог прочитать. Но, друзья, это говорит о том, что вы благословены, и Евангелие касается ваших сердец. Евангелие видоизменяет ваши судьбы, меняются ваши семьи, освобождаются ваши дети от зависимости, освобождаются от пагубы, освобождаются от наркотиков, освобождаются от курения. И когда мы получаем такие репорты, такие свидетельства, это снова дает нам силы, что мы на верном пути, мы на правильном пути. И за всем этим стоит наш Господь и наш Бог. Поэтому было бы небрежно с моей стороны и преступно наверное неправильно если я не использую этот момент и не обращусь к тем из вас то ли в Америке, в Канаде, то ли в Европе, Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия. Нас много смотрят через спутниковое телевидение также в Молдавии. То, что мы слышим. Было бы небрежно, если бы я не обратившись к вам не задал вам вопросов прямо в телеобъектива служишь ли ты Господу? Служишь ли ты Господу? Является ли он твоим Господом? Является ли Господь Господином всех сфер твоей жизни? А может какая-то из сфер твоей жизни она принадлежит тебе? Ты не посвятил ее Господу? Может твоя семья не посвящена Господу? Можешь ты служишь Господу, но семья еще стоит вне церкви? А может ты по сегодняшний вечер или по сегодняшнее утро в зависимости на каком континенте смотрите этот эфир может ты живешь своей жизнью угодной только тебе знаете в вас свете и на расстоянии этого голоса сам Бог говорит тебе о том что у тебя есть два выхода только лишь третьего не дано как говорится один выход и одна реакция на это воззвание этого телепроповедника или отвергнуть отвергнуть и сказать не верю этому но участь такого человека участь такого зрителя она будет очень плачевна это не с тем чтобы напугать а с тем чтобы предостеречь то есть когда мы отвергаем слышание слова Божия отвергаем протянутую руку Божью даже в рамках этого эфира даже в рамках этого слова тогда наше будущее очень плачевно поэтому это такой выход но второй выход это принять его Господом и Спасителем это более превосходный путь это правильный путь это благословенная и правильная реакция на это воззвание поэтому Слово Божие говорит вот тебе благословение это Бог говорит вот тебе проклятие вот тебе жизнь вот тебе смерть избери жизнь чтобы ты жил и живо была твоя душа это то что мы делаем в этом воззвании вы видите чисто сердечное искренное обращение любовь к вам мою любовь к вам а за моей спиной стоят тысячи и тысячи последователей я их называю истинного христианства которое молится за вас молится за твою семью молится за твой город молится за твою страну молится лично за тебя даже не видя тебя но я всегда молюсь Господи пусть звучит твой голос пусть спасаются люди пусть обращаются от своих мертвых мерзких грязных дел к вере в тебя Бога живого и истинного поэтому во свете этого голоса и в рамках этого эфира избери жизнь чтобы ты жил и жива была душа твоя третьего не дано я настоятельно рекомендую второе то есть отвергни первое это жизнь без Бога жизнь в алкоголе жизнь в проклятии жизнь в болезнях жизнь в проблемах жизнь на обочинах и дьявол смеется тебе в лицо так оно и есть он топчется грязным сапогом по твоей судьбе и по твоей семье лично по тебе уже много лет смеется на тобой но есть другая сторона есть более правильный путь благословенный путь это путь с Богом и путь в Боге друзья я служу этому Богу и ни единожды не пожалел и не пожалею а мне вторят сегодня в унисон десятки тысяч из вас те которые служат Господу в доброй и чистой совести поэтому во имя Господа Иисуса Христа я благословляю благодарю тебя Господь за этот эфир я совершу молитву присоединитесь вместе со мной если я никогда не служил Богу молись как ты можешь в твоей комнате в твоем номере гостиничном на твоей кухне в твоем доме в твоей машине возможно через если смотришь через айфон айпад андроид Господи я прошу тебя чтобы ты коснулся каждого из тех которые слышат и смотрят эту программу коснись Господи кто-то проходит через испытания выведи из этих тупиков кто-то в трудностях помоги кто-то в исцелении нуждается прикоснись твоим небесным божественным прикосновением кому-то нужно слово было и это слово сегодня звучало я прошу тебя Господь помажь твоим святым духом чтобы это слово и благодать которая была преподана и сегодня вечером она не была тщетно принята как слово твое говорит пускаются грешники пусть освобождаются темницы и узники выходят на свободу узники греха узники проклятия пусть принимают жизнь вечную твою жизнь в тебе и получают благословение от тебя благословениями неба я благословляю каждого из зрителей их дома их семьи во имя Иисуса Христа весь народ сказал аминь аминь так помните Иисус Христос любит вас мы так же любим вас оставайтесь с нами на импакте будьте благословенны и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok